Особое мнение на 101FM Добрый день. Это программа «Особое мнение» в Кирове 13.06. У микрофона сегодня работает Мария Кожевникова, а напротив меня руководитель Кировского отделения Общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Вавилов. Андрей, добрый день. Добрый день. Накануне вы были на открытии центра «Мой бизнес». Он создан, как нам рассказывают власти, релиз на правительстве области опубликован, чтобы предприниматели могли решить все интересующие их вопросы в одном месте. Получить консультацию, тут же оформить документы. Там будут работать представители налоговой и микрофинансовых организаций, гарантийной организации, Центр поддержки предпринимательства, Росимущества. В общем, много всего, уполномоченные по правам предпринимателей. Создан центр в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство. Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Вот так все хорошо нам презентуется, описывается. И кажется, что, по идее, проект действительно значимый. А вот все ли на самом деле так? Действительно это помощь предпринимателям? Или это может быть галка очередная в реализации нацпроекта? Ну, во-первых, зависит от нас, предпринимателей, будет ли это галка, либо это будет востребовано. Понятно, что у любого предприятия, у любого предпринимателя, у его идеи есть жизненный цикл. И, конечно, на разных стадиях этого жизненного цикла требуются разные виды помощи. А может, вообще не требуются. Поэтому, если касательно начинающих предпринимателей, которые только входят в эту воду, то центр действительно может стать центром притяжения, центром помощи. Что касается крупных предпринимателей, ну, наверное, мы уже это все прошли. И государственная поддержка, либо какая-то другая поддержка требуется совершенно на других уровнях и с другими категориями, и с другими качествами. Поэтому центр может заработать, если будут созданы условия для того, чтобы предпринимательство зарождалось, а не вымирало. Во-первых, должно быть изменение общества, предпринимательство, что это не воры, тунеядцы, жулики, спекулянты. И на что, в общем-то, иностранно направлен этот проект о популяризации предпринимательства. Поэтому я уверен, что фонд поддержки молодопринимательства, который собран там на базе его, в общем-то, все сделано. Сюда приведены, туда приведены и другие структуры, которые поддерживают и центр экспорта, и там еще какие-то, значит, кластерные вещи. Вместе целиком, как бы, они могут заработать, предприниматель, придя в одно место, получит полный спектр услуг. Но еще проблема, конечно, с кадрами, которые будут обслуживать предприниматели, потому что, к сожалению, предприниматель не старается идти в государственные органы и делиться своими компетенциями. Поэтому сотрудники вот этого места, где это мой бизнес, должны, конечно, пройти какую-то обучающую систему, чтобы разговаривать с предпринимателем на одном языке, чтобы понимать им действительно нужно, а, в общем-то, не быть теоретиками. Поэтому считаю, что центр должен заработать при взаимных каких-то вот таких признаниях, что и бизнесу нужен он, и властью он нужен. Должен заработать? Под этими словами вы имеете в виду принести реальную пользу, да? Потому что работать-то он уже вроде как начал. По крайней мере, я считаю, что все общественные организации могут поучаствовать. Площадка там достаточно большая, и мы со своей стороны, как опор России, готовы включиться в эту работу. Мы призываем другие общественные организации, если они думают, помогать, не помогать. Я думаю, что нам совместно нужно рождать себе подобных, то есть рождать предпринимательство, помогать ему развиваться, иначе мы будем первыми и последними предпринимательством в Российской Федерации. Я думаю, что это никому не надо, что да, с каждым годом вроде бы все сложнее и сложнее работает, вроде бы и одновременно создаются больше всяких структур поддержки. Но пока, к сожалению, мы топчемся и на месте. Средний класс так и не родился в России. А отработать сложнее вы имеете в виду покупательную способность людей, да, которая падает? В том числе и рынок падающий, и законодательство постоянно меняющееся. Есть страны, где в Конституции записано, что налоговое законодательство не может быть ухудшено. У нас постоянно что-то меняется, вводятся дополнительные налоги, меняются правила игры, отменяются какие-то виды налогов. В общем-то, это не есть хорошо. Понимаете, надо постоянно что-то... Во-первых, приходится все время тратить время на учебу, потому что правила меняются, надо учиться, надо переквалифицировать людей. Вчера считали деньги так, налоги так, завтра их так надо будет считать. И вот мы в таком постоянной... То есть, ну, не знаю, мне кажется, вот это... Самое тяжелое сегодня в том, что правила для нас меняют. Причем, там, по законодательству налоговому нам могут за три года назад насчитать что-то. Не сказать, что с завтрашнего дня вы так больше не делаете. А именно, а вы вот три года назад, там, как-то нарушали законодательство, поэтому вам такие-то штрафы, такие-то пени. Это, конечно, настораживает и пугает, и многие люди просто боятся быть предпринимателем. И вообще, в России быть предпринимателем – это опасно. К налогам чуть позднее перейдем. Сейчас еще вы говорили, что вот этот центр, он в первую очередь должен помочь начинающему бизнесу, малому бизнесу. При этом, там, для поддержки уже действующего бизнеса, крупного бизнеса, нужны какие-то другие институты помощи. Можете поподробнее сказать, что вы имеете в виду, и насколько у нас в регионе это развито? Ну, конечно, часть каркаса такой в виде законодательства, оно создано. Есть льготы по налогу на прибыль. Есть, значит, законы, которые позволяют как-то… Все равно любой бизнес строится на земле. Есть закон, который, ну, там, создавать какие-то формы предприятий инновационных, либо масштабные инвестиционные проекты. То есть, все это есть, но пока, к сожалению, это все на бумаге. Как оно заработает, будем смотреть. Поэтому крупному бизнесу с целью расширения под новые проекты, конечно, требуются и другие ресурсы. Поэтому вот то одно окно, которое сделано. Надеемся, что и крупному бизнесу там тоже будут рады и найдут инструменты, найдут возможность более короткого канала достучаться до власти, что действительно нужно крупному бизнесу. То есть, для этого предпосылки все есть. Знаю, что город, тоже сам областной город Киров стремится. Вчера на открытии была глава города Лена Васильевна Ковалева, которая, в общем-то, тоже добавляла свой колорит, именно как потребности города озвучивала. И город тоже с открытыми дверями ждет, так сказать, нас, предпринимателей. Создаются условия для помощи, для поддержки бизнеса. При этом почему-то появляются высказывания вроде того, что недавно опубликовал РБК. Министр экономического развития Максим Орешкин на Международном форуме производительности заявил, что предприниматели боятся увеличивать производительность труда и прибыль, потому что боятся повышенного внимания контролирующих органов и просип региональных властей. Что имеется в виду? Орешкин говорит, что как только у предпринимателей увеличивается прибыль, так к ним начинают сначала приходить контролеры, потом региональные власти с просьбой профинансировать какой-нибудь проект, в худшем случае правоохранительные органы. И вот Орешкин говорит, что нужно, так, сейчас я процитирую, формировать уважительное отношение к высоким прибылям бизнеса. Тогда предприниматели не будут бояться визитов контролеров и силовиков, будут повышать производительность труда. Силуанов с Орешкиным не согласился, сказал, что он рисует слишком мрачную картину. А вы как считаете? Может быть, у нас в регионе все по-другому? Я считаю, что часть бизнеса остановилась в развитии по разным причинам, но есть большая часть бизнеса, которая смотрит, а что дальше будет в стране. Потому что действительно покупательская способность падает. Рынки растут только в отдельных городах крупных, а в значимой части России рынки просто либо стоят, либо уменьшаются. Поэтому никакой экономических предпосылок для увеличения производства не существует. Именно экономические, так сказать, запросы. То есть ты бы, может, и произвел, только кто купит. Дело вовсе не в боязни каких-то органов, вы считаете, и власти. Ну, косвенно, конечно, контрольно-надзорные органы влияют на общий климат деловой в России. Но я думаю, что на сегодняшний день это не самый главный камень предпосыления. Наверное, есть частные случаи, где контрольно-надзорные органы слишком проявили свою, так сказать, рьяность. И, может, там уже и наличностное перешло, и не могут остановиться, так сказать, в своих проверках. Но я думаю, что это единичные случаи. Общий фон. Все-таки нет контрольно-надзорных органов, а вот постоянно меняющейся налоговой системе и все-таки низкое, в общем-то, уменьшение потребительского рынка в России. Ну, не потребительского, а вообще рынка услуг, товаров в России. А двигаться на экспорт, так сказать, надо очень, чтобы выйти на экспорт, ну, нужно очень большую работу провести и по качеству, и по стандарту, и на других рынках надо закрепляться, надо какие-то там сертификации проходить, чтобы зайти на европейский рынок. Я думаю, что это очень серьезно должна быть работа, чтобы наш предприниматель вышел на рынки других стран. У нас сейчас перерыв. Через полминуты вернемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает руководитель Кировского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Вавилов. Ну, вот мы начали уже немного говорить о налогах, и недавно председатель правительства области Александр Чурин заявил, что так как план по доходам областной казны на следующий год выставлен на 8% больше, чем на этот, налоговикам придется очень постараться. Это он говорил, кстати, во время, ну, можно сказать, это празднование дня налоговика, который 21 числа был тогда налогово, отчитывалось о том, сколько она уже собрала в этом году, 68 миллиардов. И вот ставили им задачи на следующий год. При этом Чурин заметил, что делаться все должно без давления на бизнес. Реальная, на ваш взгляд, задача? Ушли мы уже от этого давления? Ну, я как предприниматель скажу, что собрать дополнительные налоги без давления на бизнес, наверное, невозможно. Во-первых, предприниматель сам в добровольном порядке, если он считает, что он не должен, налоги как он должен отдать? Если налоговая пойдет на свои, так сказать, какие-то методы, когда доказывается, что есть средняя доходность по отрасли, и будут пытаться, так сказать, донасчитать, и при этом предприниматель будет прозрачный и белый, я бы как предприниматель в любом случае доказал свою правоту, что я именно плачу столько налогов, сколько могу. Как эту задачу решить, я просто не знаю. Я не могу в двухшкурах сидеть в шкуре налоговика и в шкуре предпринимателя. То есть мне как предпринимателю, если я честен, если я плачу ровно те налоги, которые там связаны, если у нас налоги с оборота, если ты на упрощенной схеме налоговика, налог на прибыль, НДС, если ты не химичишь условно с документами, а сейчас химичить с документами практически невозможно. Это все прозрачное, система единого НДС позволяет все прозрачно видеть до пятого, до шестого колена, откуда у тебя этот НДС взялся. Поэтому как это сделать? Это можно сделать только если мы увеличим, если мы предприниматели, мы бизнес увеличим объемы выпуска, и вот с этих увеличенных объемов выпуска мы будем либо снизим свою себестоимость, появится налог на прибыль. В любом случае, только сами предприятия, найдя новые рынки сбыта, могут увеличить какие-то объемы выпуска. Плюс появление новых предпринимателей. Если налоговый нам подскажет, как это сделать, мы им будем просто благодарны и вместе заплатим налоги на выполнить свое 8% на увеличение плана. Я думаю, что тут просто надо дружить и помогать друг другу. Как по-другому. Еще один приоритет в работе властей, как они заявляют, это привлечение в Киров и регион инвестиций. При этом чиновники, которые у нас в городе пытаются инвестициями заниматься, почему-то от нас все время сбегают. Карпинский до этого был, потом Липунова, которая возглавляла департамент имущества городского, этим занималась, как нам говорили. Видимо, никто из них просто не может показать результаты работы. В чем вы причины этого видите? И реально ли как-то ситуацию изменить? Я бы, конечно, не переходил на фамилии, но, тем не менее, наверное, что-то у людей не получилось. Я, честно говоря, не могу внешнюю оценку давать, глубокую. Почему? Потому что я с ними не работал, и никакие проекты не начиналось именно в это время. Знаю, что сейчас назначен совершенно свежий человек. Надеюсь, что это надолго и всерьез. Нам, конечно, хотелось бы работать с людьми, которые пришли. И мне очень не нравится, когда ты работаешь с какой-то компанией, а там текучка, допустим, и с менеджером работаешь. Менеджер новый пришел, ты ему что-то рассказал. Потом какое-то время проходит, и переходит опять новый менеджер. Ты ему начинаешь опять все то же самое рассказывать. Потом третий. Так очень некорректно. Устается так работать, в конце концов. Находишь руководителя этого предприятия и говоришь, что я уже устал. Каждый раз рассказывает у менеджера все то же самое. Поэтому от властей, конечно, большая просьба. Если уже, так сказать, человека ставите, ставьте надолго и всерьез. Прежде чем его туда поставить, сначала проверить его компетенции, чтобы не менять каждый день. Ну вот у нас тут в эфире недавно была американка Бриана Вайзингера на трехдневный семинар давала ВИАТГУ. И она сказала, что на ее взгляд на таком месте должен находиться в первую очередь человек с предпринимательской какой-то жилкой. Ну вот сейчас как раз по моим понятиям на эту должность... А что за человек вы знаете? Можете рассказать нам? Это бывший директор, господин Рзаев, бывший директор центрального рынка. По моим понятиям он показал хороший результат работы на центральном рынке. Видимо, все-таки его удостоили фактически на повышение из бизнеса на муниципальную должность. А, то есть все-таки он инвестициями будет в том числе заниматься? Да, я так полагаю, что он будет заниматься инвестициями. Поэтому поживем-увидим, будем сотрудничать. Ну а если говорить не о личности хорошо и не о человеке, который занимает до этого места, а вообще, в принципе, о привлечении в город инвестиций, не идут к нам инвесторы, в чем проблема? Мы не привлекательны, что мешает? Ну вот как раз вчера в бизнес-центре, в открытом новом бизнес-центре был как раз диалог на эту тему. Очень такой глубокий, не знаю, из журналистов, если кто-то присутствовал, там много было реплик. Я, к сожалению, не смог до конца участвовать, мне надо было срочно убежать на все. Полчаса присутствовал. Но, конечно, и лицо города, как в нем прибирается, работает ли у нас аэропорт, есть ли у нас стандартные места общепитов, в которых люди в других городах или в других странах привыкли обедать. Это, конечно, все влияет. Все влияет, как мы встречаем, условно, как власти. Все приводят в пример Калугу, когда туда пришел Volkswagen. Естественно, там работа была целого круга лиц, которые, в общем-то, создали те условия, что пришел Volkswagen. Но не надо забывать, что, кроме иностранных, инвесторов и за пределах области у нас есть каждый предприниматель, который является инвестором. И прежде чем пытаться, так сказать, готовить картинку для внешних инвесторов, научите своих сохранять, своих и берегать, потому что нас, как здесь работающих, часто из других регионов спрашивают, а как у вас власти относится к бизнесу? И мы должны сказать честно, потому что если они к нам придут, и потом, словно, что-то случится, и бизнес у людей не пойдет именно из административного давления, но они нам потом и скажут, что, а чего нам наврали, что у вас тут все плохо или все хорошо, наоборот. То есть, как бы, поэтому... А проблема есть у нас такая, да? Вы не можете, честно сказать, что у нас нет этого административного давления? У нас есть административное давление, потому что мне часто приходится бывать в судах на стороне предпринимателей, защищать от контрольно-отзорных органов, от местных, как сказать, не чиновников, а людей, которые несут какие-то контрольные функции на территории Кировской области. К сожалению, у нас присутствует консерватизм, руководство документами, которые уже бы давно не должны ходить, они в прошлое десятилетие еще разработаны, до сих пор вышли уже новые документы, которые отменяют, а мы все равно находим какие-то инструкции, какие-то ссылочные нормативы, только чтобы что-то запретить. То есть, ну, есть же такое замечательное выражение, что если хочешь запретить, все сделай по закону. Только закон, значит, он уже давно его отменить-то надо, и есть другие документы. Почему-то складывается практика, что в других регионах, в соседних все можно, а у нас все нельзя. Вот это бы искоренить, тогда бы нам цены не было, мы бы и всем другим инвесторам, действительно, предпринимателям других регионов, говорим, приходите к нам, у нас все классно, все нас поддерживают, все законы работают так, чтобы предприниматель здесь развивался. Пока этого в масштабном количестве мы не замечаем. Есть частные звездочки, единичные, которые прорываются, которые доказывают, что они имеют место под солнцем, их облизывают с ними, отчитываются, их ведут, помогают, но в общей массе, конечно, предпринимательская инициатива, она отрицательная. То есть есть такой, измеряется это, то есть она ниже 50%, это значит, предпринимательство потихоньку угасает. Ну, а вот если говорить о создании площадок, да, вот как раз о презентации, как вы говорили, бизнесменам того, что вот смотрите, что у нас есть, мне просто интересно ваше мнение по поводу идеи, которую Росрау озвучивают, когда их спросили о том, будут ли они перерабатывать ТБО, они говорят, нет, это не наша задача, но вот у нас будет много свободных площадок, они называют это созданием эко-технопарка. Они говорят, что у нас будут свободные площадки, вот предприниматели ваши, может быть, из других регионов могут к нам приходить и тут чем угодно заниматься, в том числе переработкой ТБО. Вот как, на ваш взгляд, жизнеспособная идея, найдутся инвесторы такие? Я думаю, без помощи государства перерабатывать мусор в России невозможно. Почему? Потому что те австрийские технологии, которые уже приглашены в Россию, в южные города, они настроены, когда в Европе 85% отходов это не бытовой мусор, не это, то есть там 85% отходов можно перерабатывать. У нас в России только 15% отходов можно перерабатывать, все остальное это неперерабатываемые, так сказать, отходы. Структура мусора у нас другая, не такая, как в Европе. и точно не буду регион называть уже, есть у нас операторы, которые по вывозке ТБО уже обанкротились. Мы еще, я думаю, что еще много времени пройдет, чтобы сознание людей первое поменялось, что мусор надо сортировать, это зависит от нас, от горожан, от жителей Кировской области. Чтобы появились действительно мусорные, так сказать, площадки, на которых несколько видов емкостей для пластика, для стекла. И чтобы человек не ленился складывать в один контейнер, подходил и раскладывал это по разным контейнерам. А вот как добиться, чтобы человек не ленился? Ну, это очень большое. Во-первых, это очень большая инвестиция, то есть поставить пять мусорных бочков и один, это большая разница. Во-вторых, так как у нас зима, и все равно это все заносится снегом, то есть это должно быть такие полузакрытые. Вот я видел вот на берегу реки, где на водопроводной, по-моему, улица Орловская упирается в реку Вятку, там и есть, или в реку Правинск. Есть как раз ТСЖ, которое, видимо, приобрело вот такую практически станцию, в которую можно сбросить, значит, не сбросить, а отдать свои отходы, посортировав, то есть это должна быть культура, для этого большое время должно пройти, чтобы люди действительно стали культурные выбросы мусора. Но они, видимо, на такой, на полузакрытой территории, то есть они переживают за что, за то, чтобы меньше с них, значит, брали, вывозят мусор, поэтому я думаю, что с уровнем самосознания бизнес здесь появится. Но пока бизнес с 15-процентным содержанием, так сказать, то, что можно перерабатывать, ну, это только, к сожалению, закапывать, либо делать вид, что ты перерабатываешь, как-то так самообманом заниматься, пока это не та структура мусора, на которой можно хотя бы в ноль сработать. И еще один вопрос успеем до перерыва обсудить коротко. Когда вы начали говорить о привлечении инвестиций, первое вообще практически, что вы упомянули, это необходимость там дорожной инфраструктуры, необходимость хорошей работы аэропорта. И вот недавно прозвучала такая фраза от нашего губернатора Игоря Васильева о том, что они собираются хотят открыть, работают над открытием международных полетов, в частности, прямых рейсов в Турцию и Египет. Вот на ваш взгляд, вообще, во-первых, не знаю, как человек, как житель региона, интересная идея, жизнеспособная, и во-вторых, может быть, с точки зрения предпринимателя, защитника предпринимателя, может быть, в другую немножко сторону работать надо в развитии аэропорта? Ну, как бы, видите, думаю, что все-таки туристический поток, он существует. Нам достаточно из Кирова неудобно улетать или из Казани, либо из Москвы, то есть, либо в Казань мы едем на машине 400 с лишним километров, либо до Москвы, у нас достаточно затрат на отдых получается, то есть, мы переплачиваем еще транспортировку своего тела либо до Казани, либо до Москвы. Поэтому, с точки зрения удешевления такого отдыха и общие... Ну, вы хотите комфортно отдохнуть? Кто скажет, что я не хочу комфортно отдыхать? Конечно, хочу, да? А готовы ли стратить такую сумму или не готовы? Если там, допустим, вот эти переезд до Москвы для кого-то критичен, лишние там билеты туда-обратно, ты тогда становишься в выборе отдыха за границей. Может быть, дешевле будет проехать до Москвы и улететь из Москвы, чем от нас летать на прямом времени? Я думаю, что в любом случае прямой рейс будет все равно дешевле. Летаем же мы в Крым, летаем же в Анапу прямыми рейсами. они дороже, чем из Москвы. У них около 8-10 тысяч стоит. Перелет до Москвы, от Москвы туда же, в южное направление, он может быть дешевле в общей сложности, но находиться в аэропорту какое-то время, стыковые рейсы, не дай бог какие-то еще рейсы в Москве не из одного аэропорта. Ну, это определенная, так сказать, напряг. А еще с детьми летний отдых, это обычно все равно дети, поэтому это будет более, так сказать, удобно. По крайней мере, с точки зрения удобства это точно будет. Ну, а с точки зрения... Будет ли голосовать человек рублем, будет ли это дороже, дешевле, ну, рынок сам определит. Но не будет авиационная компания летать в убыток в Киров. Если сейчас Анапа востребована, Симферополь, Сочи востребованы, ну, а почему Турция или какие-то другие направления не будут востребованы? Я думаю... А с точки зрения развития предпринимательства и привлечения инвестиций, как аэропорт развиваться должен? Ну, с точки зрения развития бизнеса, чем больше перелетов, тем он больше будет развиваться тут, чем, естественно, если какие-то направления будут нововостребованы, значит, будет... Ну, есть такое понятие маржинальная прибыль. То есть, она складывается, чем больше оборот, тем меньше накладные расходы. И появляется прибыль. То есть, если будет больше рейсов, значит, накладные расходы на аэропорта могут разложиться на больше рейсов. И, значит, конечная там сумма, которая выставляется авиакомпаниями, которые приземляются к нам за обслуживание, будет уменьшаться, и появится обратный эффект. То есть, победа, когда от нас уходила, значит, тогда в какой-то момент не договорились, потому что, к сожалению, у нас нет станции, которая против обледенения обрабатывает так, с малым количеством траты вот этого жидкости. Поэтому зимние перелеты, достаточно были, обслуживание самолетов, было достаточно дорога у нас в аэропорту. Но потом, слава богу, как-то договорились, победа опять летает, мы каждый день знаем, что можно улететь в Москву, если срочно что-то нужно сделать. Поэтому, если срочно нужно будет кому-то отдохнуть, и выпалась неделька, и слетать, как москвичи могут на три дня, на выходные себе позволить в Турцию или еще в какие-то страны. Но, здорово будет, если мы это сможем. Для нас это отдых. То есть, что такое предприниматель? Предприниматель работает, иногда нужно отдыхать. Если наш отдых будет более-менее цивилизованный, значит, мы будем работать эффективнее. Все взаимосвязано. У нас сейчас перерыв. Через две минуты вернемся в студию, уходим на рекламу. Особое мнение на 101FM Да, это действительно программа Особое мнение. У микрофона сегодня работает Мария Кожевникова. Своё особое мнение высказывает руководитель Кировского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства опора России Андрей Вавилов. Андрей, еще один вопрос. Скоро Новый год и каждый год, в общем-то, эта история возникает, когда какие-то организуются конкурсы среди предпринимателей, когда там предприниматели просят украшать свои магазины, свои предприятия. Но дело не только в этом, еще в том, что каждый год выделяются там деньги и на оформление Кирова из городского бюджета, в этом году это 25 миллионов, и вот на одном из заседаний Гордумы депутаты высказались против такой большой суммы, заявили, что может быть лучше часть денег отдать детсадам, которых там, не знаю, в окна свищет просто, и может быть эти окна лучше поменять там на части этих денег. и предложили, ну так скажем, повесить, да, обязанность по оформлению города на предпринимателей, ну в том числе, допустим, на какие-то крупные предприятия, пусть они украшают там район, в котором они находятся, да, вот как думаете, отличная идея или это из разряда зачем увеличивать прибыль, нас сначала заставят город украсить, потом тротуары новые положить, дороги отремонтировать? Надо разделить вопрос немножко на два вопроса, то есть я думаю, что, во-первых, эти заявления, наверное, делал не совсем предприниматель, то есть предприниматель платит налоги в бюджет, обвинять полно или не полно не будем, для этого есть как раз налоговые фискальные органы, то есть изначально предприниматель несет свою социальную нагрузку, договоренность, я работаю, принимаю людей на работу, плачу налоги, то есть он выполнил свои обязательства перед государством перед городом. Нагружать ли его еще какими-то городскими проблемами, я думаю, что это должно быть первый подход желания самого предпринимателя, но с другой стороны город, имея там возможность разовые какие-то рекламные конструкции предоставлять или еще что-то, то есть если предпринимателю выгодно поучаствовать в новом, вернее, не то, что выгодно, хотя бы была какая-то его мотивация на то, чтобы выделить средства Новый год. А какая мотивация? Ну, эту же горку можно украсить рекламой предпринимателя, то есть это выдать ему это рекламное место, в конце концов сотни или десятки тысяч, я не знаю, сколько детей и людей отдыхают на театральной площади, у меня нет такой статистики, но если это будет взаимовыгодная ситуация, то предприниматель, конечно, придет, и я думаю, что есть предприниматели, которые зарабатывают на Новом Годе, на какой-то, может, на пиротехнике, может быть, на каких-то новогодних столах, рестораторы, есть часть предпринимателей, которые именно неплохо бы им себя как-то отрекламировать именно в рамках вот отдыхающих, то есть целевая группа их покупателей, поэтому вот так нагибать предпринимателей ты обязан или что-то должен, да никто ничего не должен, он уже предприниматель, он уже заплатил налоги и создал рабочие места, поэтому есть у нас такое, дорога должна быть двухсторонним движением, поэтому давайте двигаться друг к другу на встречу, всегда интересанты найдутся, главное, чтобы не думать, что с фигом в кармане заставлять кого-то что-то делать, да, один раз предприниматель может быть это сделать, но в следующий раз он просто спрячется, и вы его на Новый год не найдете, ни по каким каналам связи просто он будет знать, что опять будут доить, вот и все, ничего тут такого нет, поэтому я думаю, что тот депутат, который это заявил, просто взял бы общался с предпринимателями и спросил, я вот тут народный избранник, а при каких его условиях готовы не за бюджетные деньги, чтобы город тратил, я вот хочу вот эти деньги конкретно направить таким-то, таким-то больницам или таким-то, детским садам, вы не против, но вы меня тогда поддержите, вот что вам нужно, чтобы вы поддержали такую идею, каким предпринимателям хотелось бы поучаствовать и что им для этого нужно, поэтому, если этот депутат достаточно ли снижать, я думаю, что можно действительно эту инициативу дальше развивать только не приказным порядком, а, так сказать, диалогом и мотивацией всех сторон. то есть разработать некую программу о том, как можно взаимовыгодить. все эти ярмарки на самом деле, торговли, договариваться с предпринимателями, с палатками, ну, вдруг кому-то еще понадобится что-то, как бы, расширьте ему список полномочий, список, так сказать, возможностей, уж не заставляйте его там собирать деньги, ну, это не ракетир, в конце концов, а представитель власти, но дайте ему инструменты, чтобы предприниматели сами пришли и сами увлеклись этой идеей. Не обязательно всем кому-то заработать, хотя бы, так сказать, истратив деньги, получив, может, кто-то и самовыдоверение, да, может, есть меценаты среди предпринимателей, я ни в коем разе были всегда купцы в Российской империи, которые тратили деньги на город, на оформление города, на горки, на свистуньи праздники и так далее, может, и такие есть. Ну, вот вы сейчас так прямо хорошо сказали о том, что мы погрязли уже все в бумагах, а еще по поводу различных советов, там, не знаю, совещаний, обсуждений, которые бесконечно, да, проходят, мы больше обсуждаем, чем работаем. Хочу ваш комментарий еще вот по поводу одной из тоже последних новостей. Шульгин решил реанимировать совет по малому и среднему предпринимательству. Вот это, на ваш взгляд, хорошая идея. Да, это нормальная идея. Главное, чтобы работало. Я несколько раз присутствовал на таких совещаниях. Вот мы несколько раз решаем проблемы НТО. В частности, союз с печатью или САИФ, не знаю, как она сейчас нам эта система называется, тот, кто продает газеты. Слушайте, три совещания совершенно не приведшие никакому результату. я ожидал, что на последних совещаниях просто руководителям террауправления скажут, ребята, в плановом порядке найдите 20, 30, 40 мест, где можно поставить НТО, и пусть предприниматели выберут их. Но такой команды не прозвучало совершенно. Одна из последних новостей, что предприниматели опять предупредили об очередной волне сноса ларьков. Наша позиция как общественников прежде чем сносить предлагайте альтернативу, которая действительно предприниматель, которую примет. Не то, что вы сказали, вот поставь там в поселке Новом, где не покупатель не ходит, но нам там надо. Вот, либо если вам там надо, тогда создайте условия, чтобы предприниматель туда пришел. Сделайте нулевую ставку аренды. А может наоборот ему заплатите, чтобы он там стоял, если вам там надо. Если там предпринимателю не заработать, то хоть за нация, то есть, не знаю, что исказило это слово, предприниматель, вообще-то это даже по закону Российской Федерации о предпринимательской деятельности, это деятельность с целью получения прибыли. Мы уже сейчас не говорим о прибыли, нам бы хоть в ноль сработать. Если предприниматель работает в убыток, он вечно там не может работать в убыток, он где должен деньги-то откуда взять, чтобы туда их принести. Если каждый месяц нужно датировать этот ларек, который никогда не раскрутится и не начнет носить прибыль, экономика правит балом, не только административный ресурс, об этом бы господа муниципальные служащие бы не забывали и, в общем-то, чаще шли бы, находили в себе возможности своих ресурсов, чтобы создать условия для развития предпринимательства. Вот на этой ноте мы и заканчиваем нашу программу. Спасибо, Андрей, доброго дня вам и всем нашим слушателям. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok